Мы смотрим ВКонтакте! Сейчас покажем базовые упражнения для кайша Если то тыр, то кайша Первое упражнение как бы самое простое элементарное, то есть право-лево когда у нас палочки то громче, то тише играют Первое, самое простое, то легкое И когда мы сильнее бьем, соответственно удар должен быть сильнее Чуть-чуть повыше палочку подкидываем и удар сильнее По крайней мере я так делаю Попробуем вместе сыграть только сильный удар То есть ничего сложного в принципе, да? Дальше Мы чередуем сначала низкие удары, то есть тихие и громкие удары Для этого как бы мы меняем палочки Правая и левая рука, то есть правая играть с ней Например левая тише и наоборот По порядку, например правая у нас играет громче Левая тише Правая громче, левая тише Дальше Дальше И соответственно другая рука тоже должна работать Валансия Да Давай Ну и соответственно мы теперь чередуем, чтобы у нас получался самый простой, тандартный удар. Два тихих, один громкий получается у нас. С любой руки можно начинать, например с правой начинаем громко. Левая. Это упражнение соответственно мы соединяем. Теперь чтобы у нас получалось правой рукой выделение большие кромки, то есть выделили правой рукой, выделили левой рукой. Я это делаю как бы чтобы проще понимать, допустим вправо-влево небольшие наклоны. То есть вообще как бы лучше снимать с другой стороны. Вот так вот отсюда. То есть с рук, с рук из плеча. То есть вот таким образом. Если это делать под метроном, сейчас мы покажем. паузу ставь пока мы продолжаем здравствуйте снова вот теперь чтобы под метроном так микро метроном у нас нету я буду считай да попробуем сыграть это потише чтобы было понятно и 1 2 3 4 вот основная как бы база сейчас есть попробуем продолжить второй момент из основного ритма как его знаю я первая часть у нас состоит из достаточно вторая часть вторая часть и в конце включаем два тихих ударов после второй части во вторая часть у нас и два тихих сейчас правая правая сильнее левый слабее правый сильнее левый слабее два слабых теперь совмещаем это а Соответственно, самое сложное в данном ритме это у нас дроп, трель или как угодно Самое простое, это когда мы отпускаем палочку, она у нас стучит И в момент, когда у нас, скажем, после второго стука, мы чуть-чуть прижимаем Соответственно, дальше вы варьируете вперед-назад, как вам удобно, вперед или назад В общем, ритме получается Дальше у нас еще два меж-ритма Еще раз начало И, соответственно, самое последнее, это движение два удара В принципе, должны знать основное, это После дроби трели мы добавляем еще два удара Два удара сильных идут Так, так То есть, как у нас первый, раз-два Первые два сильных удара, раз-два Трель И опять два Последняя часть, да? Еще раз, первая часть Вторая часть Третья Первая Вторая Третья Еще раз, первая Вторая Дальше уже, в зависимости от вашей техники, вы будете играть либо правой, либо левой Можно так То есть, в зависимости от того, как вам удобно играть Если я вы удобно, допустим Важно это выделение сильных ударов, очень важно, потому что иначе получится один пустой ритм, типа такого То есть, когда на одной ноте играешь, так скажем, да, у вас получается монотонное движение, звуки и так далее Чуть-чуть выделяете, артистируйте ее Я не знаю, как это назвать Да? Балансируйте Еще раз, да? Чуть-чуть побыстрее Немножко, как бы, соответственно, с опытом уже будет набираться меньше трели, меньше смазываний каких Я тоже не идеально играю Да? Нет Нет Соответственно, те ритмы, которые уже самые простые, это самбо-реги Я думаю, можно даже не показать, но так просто Это самбо-реги, это выделение более сильного удара То есть, если вы начинаете, допустим, с правой Заметьте, тут небольшой момент, как бы, есть, ну, это на всех учебных видео То, что, допустим, если мы держим палочки вот в этом треугольнике, да То у нас, допустим, здесь натянута струна Если я переверну сейчас барабан Да, у нас получится, как бы, ну, почти то же самое звучание, что и у кайша У настоящей кайши, как бы, у которого в Бразилии Но ничем не отличаем уже от этих, да Единственная разница, это вот в этой струне То есть, она сверху, она помогает, как бы, ориентироваться Палочки, по поводу палочек Как удобно так и держить Мне, допустим, так удобно Кто-то играет так Но если так держите, таким образом Значит, у вас барабан должен находиться в положении по диагонали, да Чтобы палочка, как бы, срезала То есть, мне удобно, допустим, так держать, да Я ударочек, барабан прямо и спокойно То есть, его у вас туда Ну, сам реги И полностью обратный вариант Это вы играете левый сильнее, правый слабее Даже сейчас наискасовку поставить Ну, в общем, даже если без струны То же самое со струной То есть, у вас, так как обратная левая сильнее То есть, мы не будем разворачивать Струну просто левый сильнее, правый слабее, да Так как у нас сильный здесь Ну, понятно Что ничего не понятно Неудобно мне вот так Ну, там же может быть разновидность От движений В принципе, на сегодня все они все закончены Всем спасибо Пока